Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, такое приятное присутствие Божие на этом месте. Причина в том, что мы не просто так собрались здесь. Каждую субботу и воскресенье мы в 12 часов собираемся, но это не привычка. Это встреча со Христом. Иисус, ради Иисуса мы приходим сюда. Мы не просто приходим, потому что нам здесь хорошо, но мы приходим ради Иисуса. Иисус приходит. Когда Иисус присутствует, все хорошо. Когда Иисус присутствует, Божьи чудеса происходят. Пусть Бог благословит каждого из вас. Пусть сила Божья еще больше явится в вашей жизни. Пусть Бог защищает и соблюдает вас. И Словом Своим исполнит сильные чудеса в вашей жизни. Прежде чем вы сядете, повернитесь к соседу, улыбнитесь, скажите, да будет Божья воля в вашей жизни, да будет то, что было провозглашено. Как хорошо, что ты в Доме Божьем находишься. Я попрошу, чтобы вы присаживались в нашей чудесной группе прославления. Давайте воздадим аплодисменты Богу за них. Они пройдут, присядут на некоторое время. Если ты находишься здесь впервые, мы хотим поприветствовать тебя. Пожалуйста, поднимите свои руки. Те, кто впервые здесь, подними руку. Слава Богу, я вижу много рук. Мы приветствуем вас. Мы приветствуем также тех, кто в прямом эфире нас смотрит. Откройте сердца свои. Пусть Господь проговорит с вами, вы не случайно здесь. Бог вас сюда привел, чтобы наполнить Словом Своим, чтобы насытить вас, поднять нас, каждого из нас. И пусть имя Божие будет прославлено. Вы рады сегодня. Знаете, у радости есть причина. Мы вначале прочитали слово, а пророк Исаия говорит, я буду радоваться Господу моим. Мы рады, потому что у нас есть Бог. У нас есть причина радости. И это причина Иисус Христос и крест Его. Все то, что Он совершил на кресте, дает нам повод радоваться, чтобы мы, смотря на Господа, радовались, благословляли Бога. Чтобы мы, смотря на небеса, проходили тот земной путь, который мы должны пройти. Бог не оставит тебя. Может, ты проходишь через проблемы. Но царь Давид говорит, если пройду и долину смертной тени, не убоюсь, скажи, не убоюсь, не буду бояться. Почему мы не боимся? Потому что Бог с нами. Потому что Господь с нами. Аминь. Он не просто так называется Богом. Он, Слово Божие говорит, единый истинный Бог, Иисус Христос, которого мы почитаем. Он царь царей. Он Господь Господь. И нету подобного Ему. Аллилуйя. Отлично. Знаешь, сегодняшнее слово, которое я приготовил, то, о чем я буду говорить, возможно, ты слышал об этом. То, что я буду говорить, ты найдешь в Слове Божьем. Очень много говорится об этой теме, которую мы будем сегодня обсуждать. И апостол Петр, мне нравится, как он говорит во втором Петра, он говорит, я не поленюсь еще раз сказать, еще раз повторить. Он говорит, истинно то, что я говорю, я не лгу то, что вы знаете, то, в чем вы укоренены. И в следующем стихе, в 13-м, говорит, я почитаю это законом и обязанностью от Бога, чтобы время от времени напоминал вам, то есть пробуждал вас ото сна. Вы слышите, я не говорю о физическом сне. Конечно, физически мы засыпаем, но здесь написано о нашем разуме, о мысли нашей. И также апостол Петр в 3 главе, 2 Петра 3 глава, он говорит, я хочу пробудить вас напоминанием. И также апостол Петр филиппийцам церкви в Филиппах говорит, для меня не трудно повторить для вас, а народу Божьему это обеспечение и защита. Знаешь, ты знаешь о некоторых истинах. Апостол Петр говорит, для меня не сложно повторить. Мы не приходим сюда говорить что-то новое, мы говорим сюда, чтобы говорить Слово Божие. Знаете, то, через что мы проходим, апостол Петр говорит, это для народа Божьего защита. В наших домашних группах мы провозглашаем, что сегодня Слово, которое будет называться Иисус-целитель, Иисус есть врач. Те, кто сегодня пришли больными на основании Слова Божьего, служители в церкви возложат руки на них, и ты пойдешь домой здоровым. Потому что так говорит Слово Божье. Знаешь, ты скажешь, ну, тогда поскорее говори мне, чтобы я быстро прибежал вперед, чтобы служители возложили на меня руки, помолились, чтобы я пошел домой. Знаешь, так не действует. Потому что наш Иисус, Он тот же, Он не меняется. Скоро подходят уже раздельственские праздники, вы услышали объявление, на следующей неделе мы будем украшать уже наше здание, будет праздничное настроение, будут стоять столы со сладостями, приходи чуть пораньше, будем общаться друг с другом, и праздничное настроение у всех будет. Но все это мы делаем не потому, что Новый год подходит. Мы делаем это, знаете, мы, люди меняют приоритеты, сейчас люди празднуют сначала Новый год, потом Рождество. Мы не делаем ради Нового года эти приготовления, мы делаем ради Рождества Христова. Поскольку Христос родился, Новый год начинается. Поскольку Христос родился, новая жизнь начинается в жизни каждого христианина. Конечно, мы празднуем в январе Рождество в Армении, в некоторых других странах в конце декабря, но не важно, когда это празднуется. Важен сам факт. И факт в том, что Христос родился и явился нам. Это чудесная благая вещь для всех нас. И на эту тему мы подготовили мюзикл, и 6 января мы соберемся праздновать Рождество Христово. Но, знаешь, в связи с Рождеством я хочу говорить о Христе. И я назвал мою проповедь «Христос есть Целитель». Евангелие от Луки, 6 глава, 18 и 19 стих. Написано, что множество учеников, много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест собирались. Там, где был Иисус, много людей собиралось. И интересно, написано, которые пришли, в 18 стихе написано, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. В 18 стихе, я хочу на этом остановиться, они не приходили, просто получить то, что им нужно. Потому что больные нуждаются в исцелении, правильно? Те, кто страдали от нечистых духов, они хотели освободиться. Те, кто были связаны, они хотели освободиться от своих уз. Когда Иисус пришел и вошел в синагогу в Назарете, Он сказал, «Дух Господень на мне». И Бог помазал Иисуса, чтобы исцелять больных, чтобы проповедовать пленным освобождение, чтобы измученные были отпущены на свободу. Иисус не изменился. Он сейчас здесь, потому что мы собраны во имя Его. Мы не видим Его. Но это не может воспрепятствовать этой истине, что когда люди собираются во имя Иисуса, Он здесь. Когда Иисус присутствует, Его Дух, Его Сила присутствует исцелять каждого больного. Если ты сегодня болен, ты в правильном месте. Если ты в узах, Бог здесь, чтобы освободить тебя. И я буду именно об этом говорить. Но, знаешь, есть часть, которая наша часть, прежде чем Бог совершит Своё чудо. Наша часть, написано, они пришли послушать Иисуса. Они пришли, чтобы послушать. Зачем нам нужно сначала послушать? Потому что в 106-м Псалме написано, что Бог исцеляет, послав Слово Своё. Он сначала посылает Своё Слово, потом исцеляет. Слово создаёт что-то в нашем сердце, нечто, что даёт возможность, чтобы воля Божия исполнилась. Давайте прочитаем притчи 4-ю главу, 20-й и 22-й стих. Соломон Мудрый пишет, сын мой, словам моим внимай и кричам моим, преклони ухо Твоё. Знаешь, не написано, чтобы в одно Твое ухо вошло, а в другое вышло. Иногда мы так поступаем. Когда мы слышим название проповеди и решаем, что мы уже об этом знаем. Как только ты говоришь, я уже знаю об этом, Слово войдёт в одно ухо и выйдет из другого. Каждый раз, когда мы приходим сюда, мы должны приходить с открытым сердцем. Аминь. Мы должны позволить, чтобы Бог напитал нас своим духовным питанием, духовной пищей. Апостол Павел говорит, что это для нас сохранность, это даёт нам защиту. И Пётр говорит, что наша мысль пробуждается ото сна. Я прочитаю с 21-го стиха далее. «Да не отходят они от глаз Твоих». Написано, не только уши, но и глаза мы должны посветить. Поэтому на экранах мы также показываем Слово Божие, чтобы люди, которые по какой-то причине не принесли с собой Библию, чтобы они могли видеть на экранах Слово Божие. Написано, «Да не отходят они от глаз Твоих». Потом написано, «Храни их внутри сердца Твоего». «Слушай, смотри, и пусть это войдёт в Твоё сердце». 22-й стих. «Потому что они – жизнь для того, кто нашёл их, и здравие для всего тела его». Если ты сегодня болен, пришёл сюда больным, сегодняшнее Слово направлено именно на тебя. Если ты не болен сегодня, и ты здоров, если у тебя нет проблем со здоровьем, пусть сегодняшнее Слово ещё раз утвердит, создаст прочное основание под ногами твоими, чтобы ты никогда не болел, чтобы ты ходил в здоровье. И если по какой-то причине болезнь сможет войти к тебе домой, пусть ни одну секунду не остаётся там, потому что не есть воля Божья, чтобы мы с тобой были больны. Это не есть воля Божья. Конечно, слава Богу, я нахожусь в церкви, в которой не верят, что Божье желание, чтобы человек был болен, и через это якобы, чтобы научить человека уму-разуму. Нет. Иоанн увидел Иисуса и сказал, это агнец Божий, который берёт на себя грех мира. Иисус не только грех мира на себя взял, да, Господь возлюбил этот мир и послал Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но Исайя говорит, не только Он взял на себя наш грех, но на кресте, слышишь, Он понёс все наши немощи, понёс всякую болезнь нашу с тобой, чтобы я и ты, Его ранами, были исцелены. Об этом говорит и Исайя, пророк, об этом говорит и апостол Пётр. В 1 Петра 2 главе написано то, что Иисус Христос совершил на кресте. Иисус поднял наши грехи на крест. Написано, что Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо. И Он, наш Господь Спаситель, Он поднялся на крест, взял наши грехи, и чтобы я и ты были свободны от греха и жили святой жизнью. Но это продолжается. Он говорит, Он также взял наши боли, болезни. Он взял наш грех, чтобы мы жили для праведности. Он взял наши болезни, наши боли. И Его ранами написано, мы исцелились. Что мы сделали? Скажите, что мы сделали? Мы исцелились. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Знаете, слово «исцеление» здесь написано, написано в прошедшем времени. Это то, что уже совершилось. Сегодня я и ты должны это взять и сделать реальностью в своей жизни. Это то, что Иисус совершил для тебя и для меня. Каким образом мы это принимаем? Наш апостол Павел находился в одном городе. И он проповедовал Евангелие. И написано, это читаем в Деяниях апостолов, 14 главе. Написано, что там сидел хромой, который от чрева матери не ходил. Он посмотрел и увидел в глазах этого человека веру. И написано, что веру быть здоровым. Он видит в глазах человека веру. Этот человек, он от чрева матери не мог ходить. Апостол Павел проповедовал, а этот человек, он не препятствовал вере. Я сейчас, когда вижу вас, я вижу, что в ваших глазах вера, да и аминь, вы говорите. Но, несмотря на это, здесь есть больные, несмотря на то, что в ваших глазах есть вера. Если я скажу, поднимите руку те, у кого есть проблемы со здоровьем, мы увидим много рук, которые поднимутся. И апостол Павел, он увидел веру в этом человеке. Он не сказал, молодец. Он закричал на этого человека. Он эту веру через свое действие как бы поднял эту веру на действие. Когда я говорю сегодня, я вижу, что сегодня ты отвечаешь на это слово, что да, я согласен с теми словами, которые Господь говорит в Библии, но моя проповедь сегодня станет причиной того, чтобы я это и сделали действие. Действие означает это действие веры, чтобы мы позволили, чтобы Божья сила коснулась, и как этот человек хромой, он прыгнул просто и не понимая ничего, начал ходить, так же и мы с тобой пошли в свои домы полностью исцеленными. Если ты согласен, скажи на это Аминь. Аллилуйя. Давайте поаплодируем Господу. Ты знаешь, в Галатах есть такое предложение, когда исполнилось время, то есть, когда пришло свое время, Бог выслал Сына Своего. Вы знаете, написано, «Я иду», как написано в свитке обо мне, «Иду исполнить волю Твою, Отец». И люди задумываются, в чем есть воля Божия? Мы каждый раз молимся, молитвы «Отче наш, Господь, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». В чем воля Божия? Иисус явил Своими действиями, в чем же есть воля Божия? Во всех четырех Евангелиях, если ты посмотришь внимательно и ты сможешь отделить, чем был занят Иисус на этой земле, я скажу тебе, невозможно, чтобы ты не заметил, что большая часть того, что делал Иисус на земле, это было исцеление больных. В Евреям 1 главе 3 стихе написано об Иисусе, что Иисус есть свет Его славы и явление Его сущности. В Колоссянах написано, что Иисус был образом Бога невидимого, образ Бога невидимого. Если ты спрашиваешь себя, в чем воля Божия, смотри на то, что делал Иисус, и ты поймешь, воля Божия в том, чтобы люди были здоровы. И я знаю, если я спрошу, наверное, 99% скажут, что да, воля Божия, чтобы люди были здоровыми. Деяния апостолов 10.38 апостол Петр впервые стоит перед язычниками. Чудом Божьим он приходит, Дух Святой к нему проговорил ангелы, и он оказывается в доме Корнилия, который был благочестивый и богобоязненный человек. Его милости, которые он совершал людям, и его молитвы, они поднялись перед Богом. Я призываю тебя, что бы ты ни делал, что бы ты ни делал для Бога и для дела Божьего, для Церкви Божьей и во имя любви Божьей, все, что ты делаешь перед Господом, это записывается. И однажды это откроется. Однажды все милостыни Корнилия и все молитвы, они пришли перед Богом и получают ответ. Ангел приходит к нему и говорит, призови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Петр оказывается в доме Корнилия. Он встает и говорит людям, которые, возможно, слышали об Иисусе, но смотри, что он говорит, апостол Петр, Деяние апостолов 10.38. Он говорит, все, что произошло в Иудее, все об этом вы знаете, как Бог, Бог, Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он говорит о том, что делал Иисус. И он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Знаешь, он использует здесь слово касательно больных. Он говорит, обладаемых дьяволом исцелял. то есть тех, кого дьявол обокрал. Знаете, здоровье, оно стоит очень дорого. Иисус своей жизнью, своей кровью заплатил за то, чтобы мы были здоровы. Если ты украдешь у человека здоровье, он будет больным. И написано, что дьявол, он обокрал этих людей. А Иисус, он исцелял их, этих людей, которые были обкрадены дьяволом. И не только исцелял, но и благотворил, когда он ходил по этой земле. Поэтому Божья воля в том, чтобы люди были здоровы. Дьявол, он вор, который приходит украсть. Но Иисус говорит, что я пришел разрушить дела дьявола. Какая бы болезнь, какая бы боль не была в тебе, Иисус понес все за тебя. Его имя превыше всякого имени. И через это имя всякие узы, всякая болезнь разрушится и склонится на колени и уйдет. Вор приходит, чтобы украсть, но Иисус говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь. Пожалуйста, Георг, поднимись на сцену, ты будешь прославлять. и мы прочитали с вами, как люди приходили послушать и исцелиться. Когда ты болен, ты не идешь к сапожнику, правильно? Вы видели человека, у него проблемы с болезнью, а он идет куда? Куда идет человек, у которого болезнь? Не, не к сапожнику, даже если хороший сапожник, у него есть хорошее сердце, и хорошо он обувь может шить, но когда у тебя проблемы с болезнью, ты идешь к врачу. Они, люди, приходили к Иисусу. И я назвал пробовать Иисус Целитель. Если Иисус бы не был Целителем врачом, люди бы не пришли к Нему. Они приходили к Нему и исцелялись. Каким образом? Сначала они слушали Его. Почему? Потому что вера, вера, приходит от слышания. Я вчера сказал и сегодня повторю. Когда я учился на теологическом факультете, мне дали работу для магистрского тезиса. И мне сказали, какую тему ты хочешь взять. Я сказал, что меня интересует тема болезни. И сердце моё болит, когда я вижу людей, которые больны. сердце разрывается, когда человек терпит боль, когда человек болен. Я когда это видел, мне было больно. И я решил писать о теме исцеления. И профессор сказал мне, возьми все новозаветные места, все четыре Евангелия, и просмотри каждый случай отдельный, когда Иисус исцелял человека. Выдели все эти случаи, и смотришь, какие пункты основные, что общего в этих случаях исцеления. И я нашел такой общий момент, что когда человек был болен и встречался с Иисусом, Иисус исцелял. Но знаешь, это очень хорошо, но я практичный человек. И меня интересовало, каким же образом являлась эта сила исцеления, через что, из-за чего, из-за святости этого человека, или из-за того, что этот человек какие-то сверхъестественные странные вещи совершал, в чем была причина, чтобы эти люди не только веровали, но и пошли домой исцеленными. и во всех местах ты находишь есть вера твоя исцелила тебя. Иисус говорит иди да будет тебе по вере твоей пусть дочь твоя ты пришел просить меня пусть дочь твоя дома исцелиться. И каждый раз Иисус говорит о женщина вера твоя велика да будет тебе по вере твоей. Каждый раз Когда я видела этот общий момент, эту общую черту в исцелениях, ты понимаешь, что написано «Твоя вера исцелила». И знаешь, очень часто, когда мы пропускаем главное и не понимаем, что значит вера, знаешь, вера — это означает действие на основании уверенности в Слове Божьем. Уверенности не только в том, что Иисус — врач, но и действие на основании Слова этого врача. В конце мы сделаем простое действие веры. Моя сегодняшняя проповедь даст причину, даст тебе повод двинуться с места, не физически, конечно, физически тоже мы придем вперед, чтобы помолились за нас, но чтобы вера проявилась. Когда служители Божьи возложат на тебя руки, ты пойдешь домой здоровым. Ты скажешь, и ты удивишься, каким образом, через чьи руки, я скажу, через твою веру. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, последнюю главу, 20 и 23 стихи. Иисус многое отвалил на этой земле. Написано, что много Иисус совершил на земле. И написано, что многие чудеса не записаны в Библии. Он не исцелил одного, двух, троих, но некоторые истории записаны в Библии. Причина в том, чтобы мы прочитали эти записанные истории. Здесь написано, что самому миру не вместить написанных книг, если бы писать о том, что Иисус сделал. Но мы имеем эти книги, чтобы мы уверовали. Дабы мы уверовали. Во что уверовали? В том, что Иисус есть Христос, помазанный Богом, утвержденный Богом, через которого ты можешь быть здоровым. Чтобы мы поверили, что Иисус есть Христос, Спаситель, Врач, Сын Божий. И через эту веру, чтобы у тебя была жизнь, было исцеление ради имени Его. Вот почему это все написано. Я вижу в глазах твоих веру. Через некоторое время я призову тебя эту веру поставить, просто принести в действие, привести в действие. Если ты здоров, молись за каждого, кто здесь, чтобы сила Божия коснулась, каждого человека. Кого не исцелял Иисус? В Матфея 4 главе 23 и 24 стихе написано, что Иисус ходил по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И Он что делал? Исцелял их. Эти два стиха, Матфея 4, 23 и 24. Если ты каждую строчку подчеркнешь, ты увидишь, что Иисус исцелял всякую болезнь, всякую немощь. К Нему приносили больных, приводили, и Он всех их исцелял. Он не говорил, ты недостоин, позавчера ты нехорошо себя вел. Он не говорил, эта болезнь выше моих сил, превыше моей способности. Сегодня это не исцеляется, поэтому я не могу. Иисус не просто врач, Он врач врачей. Иисус не просто, слышишь меня, не просто простой врач. Он врач, руками которого, через руки которого, приходит сила исцелить всякую болезнь и немощь. Может, кто-то тебе сказал, невозможно, чтобы ты исцелился. И люди говорят, моя болезнь не исцеляется. Вы видели таких людей? Я очень часто слышу, когда люди приходят, чтобы за них помолиться, и говорят, моя болезнь неисцелима, неизлечима. Пожалуйста, помолитесь. Я говорю это всегда. То, что твое тебе принадлежит, с этим у тебя есть бумажка. На этом должны быть написаны твои имя и фамилии. Например, у меня есть машина, у меня есть жена, дети. И на них мое имя наречено, написано. То, что не касается тебя, на том, на чем твоего имени не написано, это не твое. Если что-то не твое, не принадлежит тебе, да это тому, кому принадлежит, это не тебе принадлежит. Не принадлежит тебе. Это означает, что ты не для этого создан. Это не твое. Поэтому никогда не бери эту болезнь, как свою собственную. Иисус никому не говорил, ты не достоин. Мы замечаем это в Евангелии от Матфея, восьмой главе. В первом и втором стихе. Один прокаженный, прокаженный подходит к Иисусу. Все знали, что проказа — это проклятие. Все люди понимали, что в жизни этого человека есть какое-то проклятие. Прокаженные, они собирались отдельно, вне города. Они оборачивали себя в полотно, чтобы никто не касался их. Люди камнями побивали их, чтобы они случайно не вошли к ним в город или в село. Но один прокаженный, он подходит к Иисусу, и он поклоняется Ему. Это означает, что он принимал Иисуса Господом. Он принимал, что Иисус есть Господь. И у него не было вопроса, исцелит его, может ли Иисус исцелить его или нет. У него не было вопроса в отношении способности Иисуса, но вопрос у него был в отношении желания Иисуса исцелить его. Он думал, что он недостоин. Он думал, что это не для него. Он думал, что Иисус может, но не хочет, чтобы он был здоровым. Возможно, он сделал что-то неправильно. И за какой-то причиной он так думал, но он приходит к Иисусу, он поклоняется Ему и говорит, «Господь, если хочешь, можешь меня очистить». Знаешь, Иисус делает интересную вещь. Не каждый бы сделал это, и не каждый из вас бы это сделал. Если вы встретите человека, который прокажен, у которого зараза, Иисус показывает свою способность и желание. Он касается рукой. Написано, простерший руку коснулся его и сказал, «Хочу очистить». И тотчас очистился от проказы. Тотчас. Так что, если ты сегодня находишься здесь, в какой бы ситуации ты ни находился, помни, вера твоя. Знаешь, женщина, у которой было кровотечение, она исцелилась. Я не прочитаю эту историю. Там Иисус не говорит, что «из меня вышла сила и исцелила тебя». Он не говорит, «Я тебя исцелил». В этой истории Иисус не говорит, что «всемогущий Бог, Господь тебя исцелил». Хотя все эти три были истинны. Но важно, что Иисус говорит. Он говорит, «Вера твоя спасла тебя». Вера твоя. Вера твоя исцелила тебя. Если твоя вера может дать тебе возможность взять то, что тебе принадлежит, то не нужно идти на эту гору или на ту гору молиться. Слово Божие говорит, чудо недалеко от тебя. В сердце твоем и на твоих устах. Недалеко. Недалеко чудо от тебя. Когда я и ты, мы делаем свой шаг, Господь свой шаг делает по отношению к нам. И Он приносит свои чудеса, являет. Матфея, 15 глава, последний стих, 29, нет, 15 глава, 29-30 стихи. Как-то раз я находился в одной стране, и там научили людей, в одной церкви, и там научили людей, что Божья воля в том, чтобы люди были больны. Там было где-то 100 человек и 150 из них было больных. Они кто-то хромой, кто-то бесноватый. И меня попросили провести семинар о том, в чем воля Божия по отношению к болезни. Я чувствовала такое препятствие, потому что вчера, потому что в конце, когда мы разговаривали с одним человеком, Он говорит, но нет, воля Божия в том, чтобы мы были больными, чтобы Он прославился. Знаешь, Богу не нужно сделать себя больным, чтобы прославился Бог. Не нужно ломать ногу здоровому человеку, чтобы он, Бог, прославился. Знаешь, очень часто, когда человек болеет, не нужно философствовать, когда Бог не говорит об этом в Своем Слове. В Слове Божьем четко написано, что Иисус есть врач, целитель. Одно из Его имен – Я, Господь Твой, Твой Целитель. Аминь. Целитель Твой. И знаешь, здесь давайте прочтем 29 стих. «Перейдя туда, пришел Иисус к морю галерейскому, и, взойдя на гору, сел там». 30 стих. «И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных, и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И Он что делает? Исцелил их». 31 стих. «Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева народ». Бог прославляется, когда больные исцеляются. Когда сила исцеляющая Божья является, Бог прославляется. Пусть сегодняшний день это служение прославит Господа. через чудеса. Что же нужно нам сделать? Вера, которая есть у тебя. Я не вижу препятствия здесь. Я вижу в глазах твоих блеск и уверенность, что да, я верю. Пусть сегодняшнее слово даст тебе повод сделать шаг, шаг, который принесет в твою жизнь исцеление. Знаешь, каждую пятницу наши территориальные пасторы берут масло и специально ездят по разным домам и помазывают, чтобы люди исцелились. Ты можешь позвонить каждую пятницу, и территориальный пастор придет помолиться за тебя. Слово Божие говорит, что если кто болен, пусть призовет пресвитеров, епископов в церкви, и они помолятся и помажут его елеем. Знаете, сегодня мы проводим особенное служение, но Слово Божие говорит, что верующие возложат руки на больных, и те будут здоровы. Во имя Господа. Не то, что четыре часа будут молиться, просто возложат руки, и во имя Иисуса скажут, будь здоровым. Знаешь, в чем наша часть? Наша часть в том, чтобы прийти сюда, прийти вперед по Слову Божьему. В Слове Божьем не написано, что особые служители помолятся. Написано, верующие. Я попрошу, чтобы пасторы здесь помолились, чтобы просто ты не сомневался, что они верующие. Они возложат на тебя руки, и они на сто процентов верующие Богу. Люди, у них нет проблем со спасением. Матфея 8 глава, 14 и 17 стихи. В Матфея 8, 14 написано, «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу Его, лежащую в горячке». Он не сказал, «Так тебе и надо, тещи». Все тещи, да, радуются и, да, улыбаются. Слава Богу за такого зятя, как Петр, который привел Иисуса домой, чтобы его теща исцелилась. Написано, что сделал Иисус. Он коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала, теща, и стала служить ему, Богу. Это очень хорошо, аминь. Чтобы такая теща и такой зять были, это чудесно. И 16 стих. «Когда же настал вечер, и к нему привели многих бесноватых, и он изгнал Духа словом и исцелил всех больных». И для чего он это сделал? 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Иисус понес на Себе. Пройдет небо и земля, но Слово Божие не пройдет. Не придет. «Те, кто уповают на Слово Божие, не постыдятся». Когда Слово мотивирует нас на шаг какой-то, это дает возможность нашему телу быть здоровыми. И Исайя не только написал, что Иисус понес наши немощи и болезни. Исайя 53, 11. Да, Он это сделал. Он поднялся на крест. И крест, Он пуст, потому что Иисус воскрес. На третий день Бог воскресил Его из мертвых. Иисус сидит сейчас рядом с Отцом и ходатайствует за нас. Он ходатайствует, когда у тебя проблемы. Когда Петр проходил через свои проблемы, Иисус ходатайствовал, молился Отцу, чтобы его вера, вера Петра не оскудела. И таким же образом Иисус сегодня ходатайствует, чтобы наша вера не оскудела. Какие бы у нас ни были бури, Библия говорит еще, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Он будет смотреть с небес, видеть и радоваться. Давайте сегодня обрадуем Иисуса, прилагая свою веру, делая свой шаг. И давайте скажем потом, что, Господь, мы сделали свой шаг и с этой минуты мы просим Твою силу и вмешательство. Слово Божие говорит, «Если мы верны, Он верен». Если мы не верны, Он не может быть неверным, потому что Его имя верный, Его зовут верный. Это Его сущность. Он не пойдет против Своей сущности в нашей жизни. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. 15 глава. Здесь написано, 21 стих, 15-21. Написано, что Иисус выходит в страны Стирские и Сидонские. И вот женщина, Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала Ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Вы все знаете эту историю. Но бывало с вами, чтобы то, что когда несколько раз, сто раз ты читал уже это место, но в сто первый раз вдруг какое-то слово привлекает твое внимание. Часто Дух Святой со мной так разговаривает. Это слово просто как будто вылетает из Библии. И этим Бог хочет сказать тебе что-то. Написано, женщина, Хананьянка, кричала, «Иисус, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Иисус говорит ей, «Ты собакам не нужно давать пищу детей». Но написано, «Иисус» в следующем стихе написано, «Но Он не отвечал ей ни слова». Слово. Он не говорил ей ни слова. Слово. То есть, из слова исходит вера. Иисус хорошо знал, если откроет рот и скажет какое-то слово, эта женщина просто схватится за это слово. Поэтому Он ничего не сказал. Он говорит, «Я послан к погибшим овцам из дома Израилева. Сейчас не время». Но эта женщина даже Иисуса своей настойчивостью и не сдаванием, тем, что она не сдавалась и не обижалась, она решила, что даже если весь мир обидит тебя, если тебе наступят на ногу, что бы они ни говорили о тебе, прими решение никогда не обижаться. Иисус не говорит ни слова. И эта женщина уже делает все, что возможно. Докучает учеников. И ученики говорят, «Иисус, Иисус даже ни слова не говорит здесь». И под конец эта женщина подходит, Иисус говорит, «Я не послан, я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Женщина кланяется и говорит, «Помоги мне». Иисус говорит, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Знаешь, даже этого слова Иисуса было достаточно, чтобы эта женщина схватилась за это слово. Я тебе говорил намного больше слов, за которых ты можешь ухватиться. Просто ты должен это невероятно, если ты найдешь не найдешь слова, за которое можно тебе уцепиться. я говорил о способности Иисуса, о его воле, о твоем исцелении. А вот эта женщина только одно слово получает от Иисуса. Иисус говорит, «Я не могу взять хлеб у детей и бросить псам». Эта женщина не считалась Детем Божьим, она не была частью Семьи Божьей, она была язычницей. И эта женщина говорит, «Да, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». И эти крохи для нее были исцелением ее дочери. И здесь Иисус говорит, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Вера исцелила. Пусть твоя вера даст возможность Божьей силе явиться здесь, потому что твоя вера, она может дать возможность, чтобы сила Иисуса явилась, чтобы Господь возрадовался. Я заканчиваю. И последняя история. Иисус заходит в синагогу. Знаете, есть такое неправильное мышление о том, что Иисус раньше действовал, но сейчас не действует. или время от времени Он только действует. Не может так быть. Наш Иисус, если Он врач, Он врач 24 часа в сутки, потому что люди идут в отпуск, но Иисус не уходит в отпуск, и Он разрушает это неправильное мышление. Знаете, здесь есть случай, где написано «Во все дни можете исцелять, но в субботу нет, не должно быть исцеления». Этот день Бог отдыхает, Он не действует, но Иисус перед всеми. Человеку, у которого была сухая рука, Он говорит, простри руку твою, исцеляет, и Он разрушает это неправильное понимание, что Бог уходит в отпуск. Наш Бог, Он не устает, Он не спит, Он не дремлет, и Бог Израилев, Он стоит за твоей спиной, и Он доступен тебе 24 часа в сутки, и весь народ скажет «Аминь». Давайте громко поаплодируем Богу. Аллилуйя. Пусть никто не обманывает тебя. Яков говорит «Не обольщайтесь, всякий дар, всякое даяние благое исходит от Отца. Всякий дар благое это от Отца. Иисус Он тот же вчера, сегодня и вовеки». Давайте встанем на ноги. возникает вопрос, как люди исцеляются. Люди идут ко врачу. Через некоторое время я попрошу, чтобы все, кто больны, подходили сюда и из боковых проходов пусть подходят, но и когда за них помолятся, пусть уходят обратно через проход посередине. Каждый из вас будет подходить к территориальным пасторам. Вы будете подходить к разным людям, но люди думают, давай-ка я подойду к тому, кто проповедует. И когда Каал Густав здесь проповедует, никто ко мне не подходит, чтобы помолились. Как-то даже к пастору Артуру не подходит. Когда пастор Артур проповедует, опять к нему подходят. Знаешь, иди ко врачу. Если ты будешь подходить к человеку, ты подходишь к сапожнику просто. Слышишь меня? Подходи к Богу, не к человеку, потому что мы не врачи. Ты подходишь к человеку, да, но не важно кому. Тебе важно, чтобы этот человек был верующим. Марка 16 глава написано, это просто рецепт. Написано, что верующих в Меня будут следующие знамения сопровождать, что они возложат руки на больных, и они будут здоровы. это Марка 16 глава 18 стих. Ты подходишь просто к человеку, кто верующий. Ты в духе просто подходишь к Иисусу, ко врачу, а верующий, что он делает? На основании слова врача возлагает на тебя руки и провозглашает именем Господа, чтобы ты был здоровым. Он делает свою долю, ты делаешь свою долю, и Слово Божье написано, когда возлагают руки на больных, больные исцеляются. Нам с тобой не нужно оканчивать вуз, высшее учебное заведение, или быть профессором, чтобы это понимать. Ты, каким бы профессором ты ни был, ты не можешь это понять, это духовная истина. Наш разум он ограничен, но это истина. И земля и небо придут, но эта истина не придет. И ты не первый больной, которого Бог исцелит. Бог многих исцелял, и сейчас также исцеляет, и твоя очередь быть исцеленным. Я попрошу, чтобы сюда подошли служители. С поздравить, но все нежели не нежели не в